Общая протяженность причалов морского торгового порта Владивостока более 4 километров. Несмотря на это, идеальный порядок. Контейнеры делятся на группы, в зависимости от того, когда их нужно отправить, импорт это или экспорт. У каждого даже свое место и любой диспетчер, показав на контейнер, может без ошибки назвать, куда и когда его увезут. Сейчас в порту находится примерно 12 тысяч контейнеров. С виду они все одинаковые, только есть побольше и поменьше. Но на самом деле внутри большое разнообразие от памперсов и женской косметики до автозапчастей и пиломатериалов. Груз доставляют в порт круглосуточно двумя направлениями – по морю или наземным транспортом. С помощью подъемных кранов контейнеры перекладывают на внутрепортовые машины. Далее, чтобы узнать содержимое ящика, ему делают так называемый рентген. Если что-то вызывает у работников таможни подозрения, они отправляют контейнер на досмотр. Мощности торгового порта позволяют переваливать абсолютно все виды грузов, начиная от контейнерных навалочных, заканчивая тяжелой техникой и роро-автомобильными грузами. Посменно в порту трудятся две бригады по 70 человек. В последнее время установили рекорд – за сутки разгружают около 370 вагонов. В октябре планируют увеличить это число до 400. Для этого приобрели собственный тепловоз и заключили договор с РЖД. Который позволяет нам формировать таким образом поезда, чтобы они могли заходить в порт уже без дополнительных маневровых работ. А это уже автомобильный терминал. Сюда доставляют машины, новые и бывшие в употреблении. А затем они на поездах и большегрузных автомобилях разъезжаются под дилерским центром всей России. Кстати, одна из главных целей работников порта – уменьшить время нахождения в нем груза и как можно скорее отправить его заказчикам. Сегодня это занимает от 1 до 15 дней. Ирина Мокрецова, Василий Косилов. Новости на Восьмом.